Сейчас в Казахстане активно ведется реализация проекта «Тариф в обмен на инвестиции», главной целью которого является снижение уровня износа сетей не менее чем на 15%. На эту тему руководитель департамента Комитета регулирования естественных монополий провел встречу с предприятиями города-семьи. Сейчас в коммунальной сфере области имеется ряд проблемных вопросов. Это высокий износ сетей, низкая заработная плата, бесхозные сети, повышение цен на материалы и оборудование. Изношенность теплосетей по области Абай в среднем составляет 68%, а сетей водоснабжения и водоотведения более 50%. Помочь в решении этого вопроса может переход к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». В настоящее время в департамент подали заявки на утверждение инвестиционной программы. Это субъекты акционерного общества АОСК, государственные коммунальные предприятия «Теплокоммунэнерго», «Семьи водоканал», «Курчатов водоканал» и «Аягоссу». Прежде чем принимать решения по изменению того или иного тарифа, проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов-мастеркатов, НПП «Атамикен» и СМИ. Представитель «Теплокоммунэнерго» в свою очередь заявил, что у предприятия есть инвестиционная программа, общая стоимость которой составляет 197 миллионов тенге. Однако для решения этих вопросов этих средств недостаточно. Чтобы вы понимали, у нас 322,5 километров сетей, и они на 68%. Для того, чтобы выправить ситуацию гораздо значительно, нужно гораздо больше денег. От предприятия «Семьи водоканал» также пришла заявка на увеличение инвестиций. «С учетом корректировки наших дополнительных инвестиций, которые мы сейчас подали, 30 мая заявку дополнительную, инвестиционная программа составит 3,2 миллиона 547 тысяч. Требуется реконструкция изношенных сетей протяженностью 371 километр, что составляет 69%. По водоснабжению в дополнительной инвестпрограмме предусматривается текущий ремонт 13 участков сетей внутри дворовых, общей протяженностью 4550 метров». Руководитель департамента выслушал проблемы предприятий и выразил согласие с тем, что их нужно решать. Однако он поспешил заверить население. На формирование тарифов будет влиять социально-экономическая ситуация каждого региона, и необоснованного повышения тарифов не будет. Все нюансы будут обсуждать публично с участием представителей СМИ и ответственных органов.